Информационные технологии Нередки случаи несанкционированного распространения персональных данных, что не только наносит репутационный ущерб организации, допустившую утечку, но и нарушает права гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем эфире международная конференция «Защита персональных данных». Организатор мероприятия – Роскомнадзор. Напомним, что в 2016 году вступит в силу одноименный закон, а значит, тема как никогда актуальна. И прямо сейчас смотрим вторую часть. Считаем нашу секцию открытой. И слово для доклада предоставляется представителю Санкт-Петербургской школы права Наумову Виктору. Добрый день! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне очень приятно выступать. Я признателен организаторам за возможность изначально, наверное, представить довольно общий научный доклад, чтобы от него мои коллеги и вы имели возможность отталкиваться далее при рассмотрении тех или иных конкретных вопросов. При этом часть сведений, которые я вам представлю, не представляет какого-то особого глубокого интереса. Это, так сказать, общеизвестная информация. Некоторые сведения действительно получались в результате той или иной практической работы. При этом в условиях современного развития информационных технологий очень важная мысль с моей точки зрения. Мы сейчас сталкиваемся со всем тем, что в сфере персональных данных происходит переосмысление правовых институтов, наблюдается очень сильный интерес к данной тематике со стороны государств, международного сообщества, бизнеса, гражданского общества. И в условиях вот этих трендов возникает ситуация, когда старые устоявшиеся конструкции и институты серьезным образом меняются. Для того, чтобы понять, как они меняются, в каком объеме и по каким направлениям все это происходит, имеет смысл, с моей точки зрения, кратко посмотреть на то, какие модели в отношении развития законодательства иностранных государств в сфере персональных данных имеют место. Когда мы смотрим на модели, имеет смысл обратить внимание на несколько аспектов. Во-первых, само понятие персональных данных. Как вы знаете, в ряде стран мира, в ряде регионов по-разному рассматривают эту категорию. Далее существенный момент, касающийся наших современных трансграничных реалий, как законодательство отвечает на вызовы, связанные с возможностью трансграничной передачи персональных данных, и установятся здесь какие-либо барьеры ограничения или нет. Соответственно, стоит вопрос, в принципе, существует ли специальное ограничение, приятное к действию законодательства о защите персональных данных в пространстве или нет. При этом в отношении моделей трансграничной передачи персональных данных Разные государства обращают внимание на разные ситуации и, соответственно, разрешают проблемы в том числе юрисдикции и адекватной защиты персональных данных. Ну, наконец, тоже существенный момент, который напрямую не имеет отношения непосредственно к нашему ключевому вопросу, а именно трансграничной передаче, но все равно очень актуален, это система ответственности в рассматриваемой сфере. Как вы прекрасно знаете, в Российской Федерации, допустим, уровень ответственности за соответствующие правонарушения по сравнению, скажем, со странами Европы, Соединенными Штатами Америки или других государств довольно низок. В этой связи, когда мы смотрим в целом на проблему, нужно комбинировать те барьеры и ограничения, которые существуют за рубежом и в Российской Федерации с тем уровнем ответственности, который государство устанавливает. В принципе, все модели правового регулирования в рассматриваемой сфере можно разделить на, так сказать, буквально несколько вариантов. Условно назовем их следующим образом. Децентрализованная система правового регулирования. Когда в принципе в законодательстве отсутствует единая система, единая отрасль такового, и рекламентация персональных данных осуществляется на уровне всевозможных законов, а в каких-то ситуациях просто даже подзаконных актов. Когда в зависимости от сферы оборота персональных данных, их природы и природы тех или иных правоотношений, законодатель и правопринятная практика выстраивают отдельный подинститут. Ну, пример, яркий пример, Соединенные Штаты Америки, когда у них в отношении всевозможной информации, касающейся неприкосновенности частной жизни в целом и персональных данных, так сказать, непосредственно, есть много-много нормативно-правых актов. При этом, что очень важно, существенную роль в этой сфере играют акты рекомендательного характера, как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, когда государство временами совместно с бизнесом, временами нет, устанавливает некие методики, которые определяют уровень защиты персональных данных, определяют состав мер и дают некие рекомендации. То же самое делает бизнес. В некоторых сферах есть совместные инициативы, в некоторых сферах есть инициативы, где вообще государство не участвует в данной проблематике. Ну, например, первое, что мне приходит в голову, это, так сказать, регулирование телемедицины, принято к, так сказать, аспектам веб-сервисов в данной области. Что важно, в рамках этой системы обычно в государствах отсутствует единый надзорный орган. Обычно функции государственного контроля распределены по различным государственным органам. Есть один госорган, который занимается, обычно есть, так сказать, какой-то общей методологией, но, тем не менее, зачастую он совершенно не вмешивается в действия других регуляторов. Примеры классические, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия. Итак, централизованная модель – это, в первую очередь, страны Евросоюза, точнее, туда, куда они идут, это как раз тот идеал этой модели. Часть стран, так сказать, связанных с Юго-Восточной Азией, можно выделить Гонконг и Сингапур, Швейцария – централизованная модель управления, на мой взгляд, там Израиль, Мексика, ряд других стран. Нужно иметь в виду, что в сфере регулирования персональных данных в этих странах большая роль уделяется международным соглашениям. При этом есть системные национальные законы, которые определяют всей круг отношений и четко классифицируют состав персональных данных. И при всем при этом обычно в этих странах присутствует, ну, условно назовем, там термином Центробанка – мегарегулятор. То есть, как у нас в Российской Федерации, это все сосредоточено, по сути, в руках одного государственного органа, хотя и тоже и другие государственные органы участвуют в государственном управлении. Есть смешанная, как всегда в жизни, есть две крайности и некая, так сказать, сбалансированная, либо несбалансированная модель в зависимости от реалий. Допустим, Япония и Тайвань, там, Бразилия, когда у нас с них, так сказать, есть, с одной стороны, так сказать, многочисленные надзорные органы, с другой стороны, есть единое законодательство персональных данных. В Китае много всяких решений в этой связи, при этом очень развито подзаконное регулирование. И вот просто если брать ту модель, так сказать, связанную с отнесением государства к централизованному управлению, либо децентрализованному, просто на самом деле оказывается, что Китай находится на перепути, хотя он давно занимается регулированием данной проблематики. По сути, в рамках этой смешанной модели наличствуют разные признаки из двух предыдущих моделей. Теперь несколько слов в отношении того, как определяются персональные данные в рамках различных правовых традиций систем законодательства, тех подходов, которые существуют в мире. Тоже условно можно выделить довольно простую классификацию. Первую назовем, так сказать, модель универсальная концепция. Когда у нас под персональные данные подпадают практически все сведения, которые содержат любую информацию об определенном, либо определяемом лице, либо поддающему себе определению, как, допустим, написано в Странской конвенции 1981 года. Когда объективно наблюдается очень интересный процесс. Старый институт неприкосновенности частной жизни, который существовал, условно говоря, больше века в качестве оформленного института, в системе проводят традиции, постепенно, так сказать, начинает, не то чтобы сходить на нет, но в его недрах активно развивается, увеличивается в объемах институт персональных данных. Конечно, нельзя сказать, что все персональные данные скоро покроют всю сферу неприкосновенности частной жизни. Допустим, оставятся отдельные вопросы, касающиеся тайны, связи и от других вопросов. Но объективно четкая тенденция, когда персональные данные, даже в каких-то подзаконных актах, временами ошибочно, тем не менее, очень хороший индикатор, подменяют собой неприкосновенность частной жизни в целом и соответствующую информацию. Соответственно, в рамках этой модели персональные данные определяются максимально широко. Для того, чтобы иметь возможность в тех или иных обстоятельствах использовать этот институт для защиты прав и интересов граждан и соответствующих отношений предметных при государственном управлении. Вторая модель, условно называемая фрагментарная концепция, когда в тех или иных подзаконных актах, законах, в разных обстоятельствах, приятно к разным видам правоотношений, отдельно описывается, что представляют из себя соответствующие охраняемые, в том числе персональные данные, касающиеся как раз к физическим лицам. Ну, допустим, тот же пример Соединенных Штатов Америки, проще всего характеризовать, там много соответствующих нормативно-правых актов. При этом плюс этого подхода является в том, что если оборот той или иной информации особой природы имеет той или иной высокую специфику и скормить свой собственный субъектный состав, есть свои собственные информационные системы, здесь проще вводить специальные нормы для соответствующих отдельных видов персональных данных. При этом по факту нужно сказать, что эта модель постепенно себя изживает, это признается даже в Соединенных Штатах Америки, вот одно из судебных дел, так сказать, в конце слайда указывается, когда начинает, так сказать, происходит расширительное толкование тех институтов, которые закреплены на уровне закона, и распространяются вот эти конструкции на иные сведения, которые близки по своей природе. Далее актуальный и сложный вопрос, касающийся того, как государства мира рассматривают отношения, связанные с применимостью своего законодательства, персональных данных. Как вы понимаете, ничего нового здесь тоже не придумать. Здесь есть территориальный принцип, связанный с действием закона в пространстве, есть экстрадиториальный принцип. В разных странах по-разному разрешаются эти вопросы. Когда у нас самая простая ситуация имеет место, здесь, в общем, никого вопросов не возникает, когда пиротор писальных данных зарегистрирован на территории соответствующего государства. Экстрадиториальный принцип, с другой стороны, характеризуется ситуацией, когда у нас пиротор писальных данных обрабатывает информацию для граждан соответствующего государства, независимо от местного регистрации. Он находится где угодно, как угодно, но главное, что обрабатывает данные резидентов именно этого государства, которое предлагает то или иное законодательство. Где-то посередине, в зависимости от обстоятельств, этот принцип реализуется, возникает дополнительный критерий, касающийся того, что оператор персональных данных имеет какую-то инфраструктуру, связанную с аппаратно-программным обеспечением в целом, либо он, в принципе, занимается деятельностью на территории соответствующего государства, но пускай обрабатывает данные за пределами этого государства. Это тоже является тем признаком, по которому определяются вопросы, связанные с юрисдикцией соответствующих правоотношений. Всем известно, что территориальный принцип, так сказать, четко определен в директиве Евросоюза. В рамках законодательства стран-участниц Евросоюза есть дополнительные соответствующие критерии, как, например, законодательство Германии, которые определяют данные принципы. Но это реалии, так сказать, ну, даже, условно говоря, не прошлого десятилетия, а конца прошлого столетия. Нужно иметь в виду, что в последнее время в Евросоюзе активно меняется соответствующая концепция, связанная с обработкой персональных данных. И вот существует анонсированная довольно давно, кстати, европейская реформа, когда в рамках регламента Евросоюза о защите персональных данных планируется его, вроде бы, принять в 2015 году. Здесь этот принцип видоизменяется, когда соответствующие акты предметные, касающие персональных данных, будут распространяться независимо от того, где компания зарегистрирована, где она имеет фиал, или нет, где осуществляют по факту обработку, будет распространяться на те лица, которые обрабатывают персональные данные граждан, стран, участниц соответствующего международного образования. Немножко вот трансграничной передачи персональных данных. По-разному страны мира подходят к этой концепции. Объективно нужно иметь в виду, что сейчас тоже многие, по крайней мере, заявляют о неком видоизменении своих собственных подходов в этой связи. Здесь тоже условно можно выделить несколько групп, несколько конструкций, которые определяют, к какой модели то или иное государство относится. До недавнего времени, скажем, существовала и активно лоббировалась либеральная модель трансграничной передачи персональных данных, в первую очередь Соединенные Штаты Америки. Основная идея случается в следующем, что в общем ограничения здесь должны отсутствовать. Если сам субъект персональных данных естественно должным образом ознакомлен с соответствующим режимом обработки, имея тельные сведения, тогда в этой связи какие-то дополнительные барьеры, берем из нашего закона, из Евросоюза, из законов Евросоюза, так сказать, модель адекватной защиты либо неадекватной защиты, здесь эти ограничения присутствовать не должны. В рамке европейской модели как раз вот этот адекватный уровень защиты личной информации, который следовал еще из директивы ЕС, так сказать, объективно является до сих пор основным. При всем при этом в рамках соответствующей реформы, приятных к вот этой самой европейской модели, предлагается дополнить эти конструкции, связанные с тем, чтобы рассматривать еще ограничения на то, как затем, уйдя из, условно говоря, Евросоюза, эти данные в дальнейшем будут обрабатываться. То есть планируется ввести дополнительные требования в случае, если персональные данные передаются и обрабатываются далее. То есть уйдя один раз из Евросоюза, Евросоюз планирует еще определить условия, как в дальнейшем будет осуществляться обработка этой информации. Ну и в заключении несколько вопросов, касающихся ответственности. Здесь мы понимаем, что есть ключевые вопросы, связанные с субъектным составом, кто за что несет ответственность, ну и, естественно, и с величиной санкции. Две ситуации ключевых в отношении первого вопроса, когда в первую очередь привлекают к ответственности, ну мы берем ситуации, не там, незаконный доступ к информации, уголовной ответственности, нарушение предстоятельности частной жизни, режима обработки персональных данных. Нет, мы имеем в виду практические ситуации, касающиеся бизнеса, когда бизнес что-то нарушает, допустим, не установив определенные меры защиты, шли в действия без разрешения субъект персональных данных и так далее. Первая ситуация, когда оператор, единоличный субъект ответственности, и здесь те лица, которые по поручению оператора что-то обрабатывают, они к ответственности не привлекаются. Соответственно, это в первую очередь модели, которые изначально следовал Евросоюз, постепенно от нее отходят. И второй вариант, когда у нас, тем не менее, объективно, с позиции субъектного состава могут привлекаться к ответственности не только оператора персональных данных, но и иные лица, которые по поручению оператор, например, что-то хранят. Вот в таком режиме сейчас в рамках этих двух моделей ключевые страны рассматривают то, как им непосредственно заказать это выстраивать в условиях новых технологических реалий. Несколько, так сказать, слов уже, так сказать, в завершении своего выступления о санкциях. Вот совершенно сугубо приблизительные цифры, подчеркиваю, построены. Обратите внимание, там, набор стран тоже взят условно, так сказать, но, так сказать, величины штрафов здесь очень и очень серьезные. Как вы знаете, у нас в Российской Федерации соответствующие штрафы довольно незначительные и, тем не менее, в законопроектах рассматриваются увлечения таковых и, главное, еще предлагается, помимо штрафов, ну и иных санкций, которые предусмотрены кодексам административных правонарушений, еще ввести штрафы оборотные. Это не, так сказать, выдумка у нас в, так сказать, российских реалиях. Такие оборотные штрафы существуют, правда, там по-разному, допустим, в Латинской Америке они довольно маленькие. Вот в Евросоюзе предлагают ввести довольно серьезный оборотный штраф до 5% совокупного дохода организации-нарушителя. То есть здесь объективно имеет место ситуация, когда общественная опасность соответствующих деяний, так сказать, давно идентифицирована государством, эти требования устанавливаются на очень высоком уровне. Здесь возникает другой вопрос, что объективно, и на это обращают внимание исследователи, там на Западе, на Востоке, повышение уровня санкций не должно происходить на фоне увеличения количества и, так сказать, усложнения реализации административных барьеров. Если одновременно будет происходить процесс возложения огромного количества требований на оператора операционных данных, и при этом устанавливаются санкции, мы будем сталкиваться с ситуациями, когда субъекты отношений, даже не желая вообще в принципе нарушать режим операционных данных, тем не менее в условиях нереализуемости либо, так сказать, невозможности оперативно реализовать те или иные требования, просто-напросто будут автоматом находиться под довольно, так сказать, всеобъемущей карой со стороны государства. На этом я позволю себе закончить. Надеюсь, что дальше продолжим этот вопрос рассматривать в рамках дискуссии. Спасибо. Спасибо, Виктор, за интересный доклад. Очень интересные у меня возникли вопросы. Я их записал, не знаю, как в зале. Если что, я их потом задам. Вот. А сейчас слово предоставляется Архипову Владиславу. Очень интересный доклад. Вот. Мы отойдем немножко от сугубо законодательства и перейдем в такую виртуальную реальность. Благодарю, Виктор Юрьевич, за предоставленное мне слово. И традиционно хотел бы выразить благодарность организаторам конференции за приглашение на столь представительное мероприятие. Виктор Борисович выступил с докладом, который был связан с общим системным обзором регулирования персональных данных. Мой доклад связан, скорее, с одной из интересных областей, где законодательство о персональных данных имеет серьезное практическое применение. Уже, наверное, прошли те времена, когда упоминание компьютерных игр в контексте серьезных юридических мероприятий вызывает определенную улыбку и недоверие, потому что на сегодняшний день это весьма теоретически значимая и практически актуальная индустрия, на которой тестируется фактически в социально значимом аспекте большое количество вопросов, связанных с, в принципе, развитием цифровых технологий и цифровой культуры. В общетеоретическом контексте компьютерные игры в этом смысле представляют собой срез всех проблем, которые можно себе представить, касающихся регулирования интернет-права, оборота информации в электронной форме и ряда дополнительных вопросов, в том числе таких вопросов, как, например, виртуальная собственность, отдельная тема для разговора совершенна. Но в контексте персональных данных важно отметить то, что на сегодняшний день этот феномен массовой культуры построен на принципиальной трансграничности отношений, сборе гигантского количества информации о пользователях и возникают вопросы о том, как это может регулироваться, как это должно регулироваться и какие данные представляют собой в принципе персональные данные. В этом смысле ответ на эти вопросы применительно к данной любопытной индустрии может прояснить ситуацию в целом, связанную с регулированием персональных данных. В общетеоретическом смысле срез вопросов, которые можно здесь представить, связанных с правовым регулированием цифровой эпохи, связан в целом с качественным изменением оборота цифровой информации, с такой системной проблемой регулирования отношений в сети интернет, как идентификация пользователей, потому что большая часть онлайн-развлечений основывается на принципиальной анонимности их участников и разграничения, условно говоря, серьезных и несерьезных отношений, что имеет определяющее значение для гражданского права, вспоминая 1062 статью Гражданского кодекса, но имеет достаточно важное значение и для других публично-правовых аспектов. Недавняя статистика говорит о том, что на декабрь 2013 года российский рынок является первым в мире по рынку игр для персональных компьютеров. Всего у нас при известном числе, отражающей все население Российской Федерации, 46 практически с половиной миллиона человек регулярно участвуют в различных онлайн-играх, и это свидетельствует о том, какой объем данных, связанных с каждым конкретным игроком, обращается в сети. Данные, в принципе, можно условно свести к простому техническому элементу в виде учетной записи. В этом смысле здесь мы видим срез, который характерен и для социальных сетей, и для других интернет-сервисов. В первую очередь это данные, вводимые при регистрации. Здесь у каждого из разработчиков встает вопрос о том, как соблюсти баланс между информацией, которая необходима для того, чтобы осуществлять оперирование компьютерной игрой, предоставление сервиса, и для того, чтобы не зайти за черту, когда речь идет уже о серьезной обработке персональных данных. Для нашей юрисдикции это, наверное, еще не такой вопрос, актуальный, как для европейских, например, юрисдикций, где, в принципе, любые участники этого бизнеса серьезно заинтересованы в анализе данной информации. Значит, данные, вводимые при регистрации, это первая составляющая такой категории данных, как правило, они сводятся к минимально необходимому набору данных, необходимых для отделения просто одного пользователя от другого. Затем есть внутренняя сгенерированная информация, которая используется для идентификации истории действий, которые пользователь совершает в рамках определенных игровых взаимодействий. Дополнительные данные, которые собираются техническими средствами, например, IP-адрес или геолокационные данные. И, наконец, самая интересная категория, которая порождает еще целый ряд дополнительных вопросов, которые вряд ли сейчас в принципе имеют прямое регулирование, это данные, которые вводятся пользователям как пользовательский контент. То есть данные, которые напрямую не собираются ни оператором этих данных, ни инициируются другими пользователями, раскрываются внутри определенного виртуального пространства. И вопрос заключается в том, являются ли эти данные персональными или нет, потому что на первый взгляд можно сказать, что эти данные индивидуализируют определенного пользователя, но при более детальном рассмотрении становится ясно, что без дополнительной информации на самом деле эти данные не позволяют идентифицировать конкретного субъекта. И таким образом здесь встает на самом деле снова ключевой вопрос о том, насколько это соответствует понятию персональных данных. С юридической точки зрения буквальное толкование этого понятия дает очень широкую диспозицию, потому что когда мы говорим о любой информации, которая относится прямо или косвенно определенному или определяемому, заметьте, здесь не говорится на основе данной информации, физическому лицу, то есть субъекту персональных данных, в принципе можно сказать, что любая информация, которая просто связана с субъектом персональных данных, может рассматриваться как персональные данные. Такое широкое толкование, скорее всего, будет не оправдано в соответствии с практическими целями применения законодательства о персональных данных. Вместе с тем возникает вопрос, а каким образом его можно сузить. Если говорить о целях обработки персональных данных на рассматриваемом примере, то данные учетной записи, как правило, не используются для идентификации конкретного субъекта как физического лица, при всем при том, что общий объем этих данных достаточно серьезен. И, например, в тех ситуациях, когда правоохранительные органы заинтересованы в рамках проведения уголовного расследования выяснений личности отдельного лица или каких-либо значимых обстоятельств предмета доказывания, они могут сослужить хорошее подспорье. Другое дело, что для самого оператора таких данных необходимо только выделить одну учетную запись от других, проследить историю этих данных, получить техническую и статистическую информацию. Поэтому цели обработки, и, в принципе, такой подход в целом соответствует тем разъяснениям Роскомнадзора, которые сейчас находятся в открытом доступе, они не позволяют и не направлены на идентификацию конкретного лица. Если проанализировать недавнюю судебную практику в пределах примерно года, от текущего момента, то здесь тоже вряд ли мы сможем с вами обнаружить конкретные данные, которые связаны с учетными записями интернет-сервисов, будь это специально ориентированные на компьютерные игры или на социальные сети, данные в отрыве от тех данных, которые традиционно рассматриваются как персональные. То есть все приведенные примеры здесь, на этом слайде, они так или иначе содержат те или иные данные, которые позволяют в результате некой подразумеваемой отсылки к условной третьей инстанции, к государству, получить достоверные персональные данные, идентифицирующие лицо, паспортные данные или иные данные, такие как, например, идентификационный номер налогоплательщика. В связи с этим возникает необходимость на самом деле взбалансированной интерпретации. Этот вопрос достаточно актуален, он беспокоит и индустрию, и игровую индустрию, и интернет-индустрию в целом, насколько широко можно толковать законодательство о персональных данных. Является ли тот массив информации, который, собственно, и входит, например, в актуальное понятие big data, персональными данными? И это первый вопрос, который следует разрешить при ответе на вопрос о том, а возможно ли и требуется ли соблюдать специальные требования к трансграничной передаче данных, как персональных. Являются ли они персональными сами по себе или нет? То есть подпадают ли они под регулирование законодательства или нет? Интерпретация должна быть сбалансирована в свете интересов развития индустрии, которая находится на пересечении и в общей линии развития интересов и публичных в целом. Соответственно, если мы, например, попробуем обратиться к системной интерпретации данного понятия персональных данных, то, наверное, часть 7 статьи 5 закона о персональных данных, которая говорит об обезличивании персональных данных, здесь будет хорошим ориентиром. Уничтожение в данной статье приравнено к обезличиванию персональных данных, поэтому вполне возможно этот подход будет представлять собой разумную системную интерпретацию норм, которая позволит предположить, что данные, которые собираются в рамках обработки в рассматриваемом примере, являются персональными только в том случае, если вместе с ними есть дополнительная информация, может быть, которая позволяет идентифицировать, то есть, например, паспортные данные или иные данные, такие как номера, обладающие определенной системой кодировки, из которых можно извлечь персональные данные. Представляется, что в иных обстоятельствах будет достаточно сложно говорить о каком-либо развитии и предсказуемом применении законодательства в данной сфере. При всей очевидности данный вопрос и на практике, и в теории вызывает неоднозначные, на самом деле, ответы, потому что, в принципе, встает вопрос о формальной определенности данной нормы. И сейчас был представлен один из возможных вариантов интерпретации. На этом я свое краткое сообщение закончу. Спасибо за внимание. Спасибо, Владислав. Я напоминаю, что вопросы можно формулировать. А сейчас у нас выступает Сачков Илья, генеральный директор организации, представителя, так скажем, неигровых отношений, потому что там все очень сложно и строго. И сейчас он про это расскажет. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Илья Зачков. Группа IB – это такая интересная организация. Она в России участвует в расследованиях около 80% особо резонансных дел, связанных с высокими технологиями. Так как в нашем составе действует лаборатория компьютерной криминалистики крупнейшей Восточной Европы, мы очень часто привлекаемся как эксперты, в том числе, когда утекают персональные данные. Вот немного теории, которые я хотел сказать в начале, перед тем, как я перейду к этому слайду. В любом деле, любого человека, менеджера, управленца, вот современный подход к выполнению заданий говорит о том, что нужно делать каждый день, начинать день с того, что делать самое важное и главное дело, которое приносит больше всего результата. Например, министерство образования, глобальная цель министерства образования – сделать так, чтобы наше общество, наши дети, люди, которые учатся в университетах, они лучше, ну, больше получали знания. Министерство здравоохранения, чтобы люди меньше болели. Задача всей работы по персональным данным на самом деле сводится не к юридическим тонкостям разных вещей. Главная задача, вот самая главная, чтобы персональные данные не утекали, чтобы они были в безопасности. И об этом нужно помнить. Вот, поэтому в приоритетах, я думаю, вот моя презентация о некоторых приоритетах, которые, возможно, нашему обществу лучше расставить в процессе защиты персональных данных. Сейчас, в последний, особенно год, много речи идет о опасности и необходимости регулирования трансграничной передачи персональных данных. Это важный вопрос, он действительно обсуждается и в Совете Европы, и на базе площадки Организации Объединенных Наций. Это важная вещь, но она не является наиболее приоритетной, на наш взгляд. Сейчас, вот если вспомнить, как устроен жесткий диск на компьютере обычный, старый, не флеш-память, а именно с пластинами, то на самом деле вряд ли какой-то эксперт без глубокого анализа криминалистического исследования скажет, на какой дорожке записан тот или иной файл. Так и вот в бизнесе многих компаний, даже, например, группа IB, у нас есть облачное хранение некоторых данных, которые мы обрабатываем. Мы не всегда можем сказать, в какой они стране находятся. Они могут находиться в Германии, у нас есть площадка в Нидерландах, у нас есть несколько площадок в России и площадка в Сингапуре. Мы не всегда можем ответить на вопрос, где какая информация хранится. Для того, чтобы нам ответить на этот вопрос, нам нужно примерно три юриста, пять технологов, которые в течение трех или четырех месяцев делают очень много документации. Защитит ли дополнительно это данные? На самом деле нет. К чему я хочу перейти? О том, что на самом деле главная угроза для персональных данных в России сейчас, это в том, что персональные данные в России утекают с территории России, и люди, которые, по идее, несут за это ответственность, они эту ответственность не чувствуют. Несколько лет Роскомагнадзор проводит колоссальную, потрясающую, положительную работу по, в принципе, по созданию культуры обработки персональных данных в России. Но не хватает одной маленькой детали. Как вот в медицине очень важный момент понимания специфики болезни и ее лечения, то есть борьба с конкретными бактериями. Так и в правоприменении нужно понять, что не хватает одной маленькой вещи. Компания, либо какие-то конкретные люди, которые ответственны за нарушение персональных данных, они должны чувствовать эту ответственность. Иначе все, весь остальной купол мониторинга и закрывания веб-ресурсов, создание огромного количества документации, систему сертификации, по большому счету очень важно, но не является приоритетом номер один. Почему? Вот я перейду сразу к практическим примерам. Вот это свежие данные, которые наш центр по мониторингу ежедневно по различным организациям в России выуживает в интернете. В особенности мы сейчас говорим о теневом интернете. Это система типа Тора, в котором, как вы знаете, невозможно закрыть ресурс, невозможно понять, кто его создал. В теневом интернете существует система гарантов. То есть объявления, которые находятся здесь, скорее всего, с вероятностью 95% являются правдивыми. Это означает, что человек, который оказывает эти услуги, он деньги перечисляет только через гаранта, который гарантирует своей репутацией то, что деньги исполнителю от заказчика он передаст только в случае выполнения услуги. Эти люди там работают годами, соответственно, у них определенный авторитет. Соответственно, что мы сейчас имеем в режиме реального времени сейчас? Что какой-то человек продает за от стоимости до 300 рублей идентификацию физического лица, историческую информацию физического лица, проверка физического лица на банковский негатив, МВД, межбанковские базы данных, службы безопасности, судебные процессы, проверка физического лица ФНС, выписка сведений физического лица из пенсионного фонда, справка дохода физического лица из ФНС, комплексная проверка кредитной истории заемщика, поиск актуальных рабочих телефонов физического лица. Что-то попадает в профессиональные данные, что-то не подпадает. На самом деле это пример. По большому счету это индустрия, которая, к сожалению, в России работает. Второй пример. ГИБДД, кредитная история, ФРС, ФНС, сотовая связь, ЗАГС, интернет-банки. Криминал, судимость, административное правонарушение и прочий негатив. Скупка паспортов Российской Федерации, месяц кредитной истории, доставка. Куплю паспорта и, соответственно, их доставляют другим людям. Информация из пенсионного фонда на физическое лицо. Тут это как раз с теневого интернета. Здесь можно плохо видеть, но это домен.они, его невозможно заблокировать. Человек имеет, видимо, доступ в базы ГИБДД и, соответственно, предлагает за 8-9 тысяч рублей изготовление любого поддельного водительского удостоверения на какого-то уже существующего физического лица на территории России. Тут вот человек, презентация будет доступна, можно будет прочитать. Тут даже я не вижу, что написано, но человек за примерно, если не ошибаюсь, 20 или 30 тысяч евро предлагает создание новой личности по документам, которые будут проходить проверку. Базы данных банков продажи. Вот мы Сбербанк, ВТБ, ОТП, Альфа-банк. Соответственно, в банковской карточке достаточно много находится информации, часть из которых попадает под понятие персональных данных. Вот, связь банк. И, ну, посмотрите, это свежее объявление, мы несколько дней назад делали эту презентацию, 9 октября. Вот, база данных банков, продам базу данных крупнейшего банка, слив базы клиентской, там, клиентская база, банковская структура, миллион 200 клиентов и так далее и тому подобное. База данных ВТБ. Вот, о чем это все? Ну, картинок можно еще миллион сделать разных. И, к сожалению, проблема в том, что это большинство картинок правдивых. Важное замечание. Эти организации, часть из которых являются государствами, они находятся на территории России, их сервера находятся на территории России, банки находятся на территории России, их сервера находятся тоже на территории России. Наше такое теоретическое, стратегическое предложение в первую очередь сконцентрироваться и отработать процесс защиты персональных данных уже в рамках территории Российской Федерации, чтобы организации, которые ответственны за хранение и обработку персональных данных, чувствовали ответственность. Потому что, ну, скажем так, ни для кого не секрет, а тем более несколько недель назад это был очередной скандал, то, что до сих пор существует возможность за определенные деньги покупать данные и по мобильным телефонам с точки зрения биллинга, и по информации по медицинских картам страховых компаний, то есть что является страшной персональной данной, ну, данными, на мой взгляд. То есть я бы, например, не очень хотел, чтобы о моих болезнях кто-то знал из моих врагов, коих у меня большое количество. Потому что они меня будут постараться поить не тем, чем нужно. Это как шутка такая, но тем не менее у меня есть доля правды. Вот, поэтому мы, у нас есть определенная такая концепция юридическая. Я сам не юрист, поэтому прошу вот начальника нашей юридической службы рассказать о том, что мы, в принципе, предлагаем сделать. Вот Анатолий Зимцов буквально три минуты объяснит логическую связку. А моя идея и вот наших коллег, которые очень много участвуют в расследовании, то, что главная концентрация должна быть на причинно-следственной связи. То есть вот персональных данных, в принципе, не должно быть в интернете, они не должны продаваться. И люди, которые их продают, и которые из компаний, и государственных, в том числе, их воруют, они должны по большому счету сидеть в тюрьме. Потому что зачастую совершается разная тяжесть и уголовное преступление по совершенно разным статьям Уголовного кодекса. Коллеги, добрый день. Анатолий Зимцов. Ну, как же верно сказал Илья, основная проблема, как нам кажется, это умышленная кража персональных данных, умышленное хищение персональных данных. Не буду говорить сложным юридическим термином, я говорю простым языком, используя слова «кража» и «хищение». На территории Российской Федерации все это дело происходит посредством так называемого инсайда, то есть сотрудники, другая, выносят у нас персональные данные. Какие же наши конкретные предложения? Во-первых, очень странно, что такая серьезная материя к персональные данные, ну, не будем спорить о том, административное правонарушение или все-таки преступление в рамках Уголовного кодекса, хотя лично я считаю, что это больше, чем административное правонарушение. Тем не менее, как и все прекрасно знаете, пока имеют юристы, нарушение для юридического лица за, скажем так, ошибки, либо умышленные действия, связанные с нарушением режима хранения персональных данных, всего 10 тысяч рублей, согласно Коапортической Федерации. 10 тысяч рублей для крупной организации, которая является оператором персональных данных, с количеством персональных данных несколько сот тысяч. 10 тысяч рублей, мне кажется, не вполне достаточная сумма для того, чтобы организации, либо конкретные административные персоналы, персоналы, конкретные управленцы волновались за то, что их организация может стать нарушительной. Во-первых, наше первое предложение, и многие коллеги, в том числе в Роскомнадзоре, как мне кажется, возможно, поддерживают целиком и полностью, что штраф должен быть соразмерен. 10 тысяч рублей – это несерьезная сумма. Дальше. Самое интересное, что в российском законодательстве существует, пусть даже небольшой, но все-таки штраф за нарушение установленного порядка. А вот штрафа за то, что ты кому-то не сообщил, что твоя организация, оператор персональных данных, данное нарушение допустила. Штраф такого не существует. И даже нет какой-то градации по уровню распространения данных, то есть количества хищений. Это все приводит к тому, что организации мало того, что не обеспечивают сохранность, но даже когда они собственными силами выясняют, что утратили, что нарушили процесс обработки, даже в этом случае они, хоть как-то стараясь минимизировать ущерб, даже в этом случае они не обязаны кому-то об этом сообщать. Это, на наш взгляд, просто неприемлемо, потому что в ряде случаев существует возможность остановить распространение, не допустить распространение. Пусть даже часть информации все-таки уйдет к злоумышленникам, но основную часть информации можно будет сходить, не допустить. К сожалению, такой ответственности сейчас нет. Мы считаем, что такая ответственность нужна. Не сообщил о нарушении, штраф должен быть, ну, как минимум не меньше, чем за факт самонарушения. Еще очень интересный момент, который нам кажется не совсем оптимален для работы. Профессионал в области работы с персональными данными и контроля за этой сферой, с точки зрения государственных органов, это, безусловно, Роскомнадзор. Это люди, которые с точки зрения государства и вообще с точки зрения, в принципе, и нас как честного сектора работают, выполняют свою работу четко, правильно, быстро и хорошо, но почему-то эта организация не может возбуждать административные дела по фактам нарушений, связанных с персональными данными. То есть процедуры, ну, возможно, не хотел говорить слово мысль, но, возможно, по некому недосмотру, некоторые недоработки, это такой пробел законодательства. Мы считаем, что лицо, которое контролирует защиту персональных данных и правильность обработки, соответственно, должно налагать некую и ответственность за это, ну, по крайней мере, иметь такую возможность. Это очень важно для оперативности. Поскольку опять мы все знаем интернет, это дело очень быстрое. И чем оперативно мы реагируем на угрозу, тем быстрее мы сможем с угрозой бороться. Следующее. Вот мы, как представители экспертного сообщества, очень много и очень часто собираемся на различного рода мероприятиях. Практического, околопрактического, теоретического свойства. Но наш функционал, наши, так сказать, способности, которым мы, как частный бизнес, можем помочь государству, как нам кажется, гораздо шире. И мы готовы его делать, этот функционал реализовывать. На основе государственного частного партнера, с какими-то иными способами. Есть огромное количество специалистов и технических, и не технических, которые готовы помогать государству. Создавать определенные стандарты, стандарты не только защиты. Потому что, к сожалению, мы видим стандарты защиты, это достаточно легко обходится. Стандарты расследования, стандарты поиска, стандарты установления, как, кто, по какой причине утратил, что с этим делать дальше. Стандарты нужны, и в мировой практике такие прецеденты имеются. Мы предлагаем в России на основе наших наработок, наших, я имею в виду, не только группы IB, но и всех остальных крупных компаний на территории Российской Федерации, помочь государству защитить персональные данные, в том числе и наших работников. Да не то, что наших работников, а вот лично мои, лично, как бы, каждого присутствующего здесь. Потому что надо понимать, что персональные данные – это не чья-то проблема, это проблемы каждого из нас. Многие из присутствующих в зале – это люди, которые занимаются серьезными вопросами, решением серьезных вопросов, в том числе на государственном уровне. И это очень важно – сохранить безопасность данных лиц. И, соответственно, что абсолютно необходимо, это довести до каждого человека лично ответственного за обработку персональных данных. Будь то генеральный директор, будь то администратор непосредственно компьютера, на котором обладают персональные данные, что любой инцидент будет обязательно расследован, и любой инцидент дойдет до того уровня, как будет понятно, кто конкретно нарушил законодательство. И только такой механизм, позволяющий найти конкретно ответственного лица, наложить на него штраф, а на организацию, которая допустила такой просчет, либо умышленные действия своего сотрудника, также штраф. Вот только через, к сожалению, такие механизмы в данный момент можно переломить эту негативную тенденцию по вот таким вот слайдам, которые были вам продемонстрированы. Ну, в принципе, в общих чертах наш доклад закончен. Большое спасибо. Готовы отвечать на вопросы. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем трансляцию конференции «Защита персональных данных». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова